Добрый вечер! Вы смотрите итоговый выпуск программы Телемикс-новости в студии Ольга Муравьёва. Сегодня вас ждёт в эфире. Равнение на Доброполе. Изменения микрорайона оценил глава округа. Наркотикам нет. Совместная акция полиции и волонтёров. Обвал цен. В Приморье снизилась стоимость овощей. Погодные сюрпризы. Всю неделю ожидаются капризы природы. Верность фруктам. Огородная история Эдуарда Головкова. Семья года. Определены лучшие в муниципальном этапе конкурса. Внимание на Доброполе. В этом районе глава округа и сотрудники администрации провели выездное совещание по ремонту и содержанию дорог. Какие недочёты выявил градоначальник? И когда ждать изменений? Расскажем далее. Новая хоккейная коробка на улице Губрия ещё не принимала такую делегацию. Комиссия во главе с Евгением Коржом осмотрела объект, который построили в этом году по проекту «Спортивный дворик». Градоначальник отметил, сама конструкция хорошая, но непонятно, где дети будут переобуваться зимой и как добираться до катка. Глава округа поручил предусмотреть на всех таких коробках скамейки, навесы и дорожки. Потому что я думаю, что мои специалисты, если я сейчас их запущу в коньках, пройти там 100 метров до коробки и обратно, они все ноги себе поломают. Так что надо же понимать, что дети приходят сюда и они должны здесь переодеваться и опять, уходя домой, тоже здесь переодеться. В нормальных, в тёплых, хороших условиях. Заехали и в сквер на Доброполье. Только привлекла руководителя округа не зона отдыха, а два соседних двора по Новонекольскому шоссе. Один с новым асфальтом, а второй без изменений. Работники администрации пояснили, что благоустроенная придомовая территория принадлежит собственникам и отремонтирована в рамках программы. Оставшийся межквартальный проезд приведут в порядок за счёт бюджета. Ремонт начнётся 15 июля. Непростая ситуация на улице Новосёлова. Подрядчик приступил к работам на участке дороги, где менялось проектное решение. Но там, где реконструкция уже завершена, выявлены серьёзные недостатки. К 15 августа строители должны их устранить. Тогда же открыть сквозной проезд, распорядился глава округа. Анна Клыга, Марина Роман, Алексей Шаповалов, Телемикс. Наркотикам нет объявили в Уссурийске и провели общественную акцию. Активистам раздали краску, списки адресов, выделили транспорт и отправили колесить по городу. Наша съёмочная группа составила компанию «Ярымбальц» борцам за здоровый образ жизни. Место сбора – центральная площадь города. Форма одежды – походная. Возраст и вероисповедания значения не имеют. А вот особенный взгляд на здоровый образ жизни здесь приветствуется. Старта акции наркотикам нет. Всем активистам предстоит закрашивать по городу надписи. Те, что рекламируют, как и где купить запрещённые вещества. Спортсмены, волонтёры и сотрудники полиции делятся на группы. В руки каждого баллончик с краской и список адресов. Гаражи, остановки, заброшенное строение и стены жилых домов. Для такой негативной рекламы используют любые поверхности. И задача активистов – ликвидировать эти ссылки. У нас сегодня пятеро. И мы постараемся сделать всё возможное, что от нас зависит. А ещё мы проведём обязательно в нашей команде по этой акции беседу и расскажем нашим молодым волонтёрам, чтобы они доносили эту информацию дальше. Наркотикам нет. Наркомания – проблема для нашей страны, которая имеет давние корни. Но если раньше достать препарат было сложно, то сейчас, используя подобную ссылку, проще простого. Мы сегодня пытаемся побороться с этим. Я думаю, что, скорее всего, это поможет, так как многие по интересу могут перейти по каким-то ссылкам, номерам. И, конечно же, это их заинтересует, и они попробуют. Мы постоянно участвуем в таких акциях, не пропускаем, делаем, как сказать, город лучше, избавляем от рекламы, от всего ненужного, приобщаем детей к здоровому образу жизни. И, честно, раньше постоянно везде я видел такую рекламу, сейчас уже всё меньше. На этот раз волонтёры посетили 15 адресов по городу. Причём к отмеченным в списке добавились и новые ссылки, которые активно размещают на поверхностях для рекламы наркотиков. А сообщить о подозрительных буквах на стенах можно в дежурную часть полиции. Ольга Муравьёва, Игорь Антонов, Телемикс. Огурцы, помидоры и кабачки в Уссурийске стали дешевле. Также снизилась цена на яйцо, муку и гречку. Так, например, томаты в популярных супермаркетах стали стоить 109-130 рублей, что почти в половину ниже, чем в предыдущем месяце. Там же огурцы можно купить за 40-60 рублей. Кабачки примерно в той же ценовой категории. Но отмечается небольшой рост на капусту, морковь и свеклу. Между тем, на рынках и в торговых киосках цены на эти овощи остаются прежними. Что касается отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, первой необходимости, то значительно подешевело яйцо куриное. Более чем на треть. В ряду с этим отмечается снижение цен на суповой набор из мяса, птицы, муку, рис и гречку. Чего нельзя сказать о бройлере, растительном масле и наваге. Эти продукты подорожали в пределах от 2 до 6,5% от прежней стоимости. Такие данные были получены отделом потребительского рынка, управлении экономического развития администрации округа. Далее в программе рубрика «Коммунальный ликбез». Напомню, это специальный цикл ответов на вопросы, которые затрагивают оплату коммунальных платежей, взыскание задолженностей, перечисление субсидий. Тонгольцы льгот и обсудим на этот раз. Редактор субсидий Корректор А.Егорова В данном случае мы должны отделять льготы за жилищно-коммунальные услуги, которые предоставляются льготным категориям граждан, от субсидий на оплату за жилое помещение, потому что это две разных выплаты. И вот субсидия предоставляется в зависимости от материального положения семьи, от доходов семьи. Есть и в летний период, если доходы семьи, скажем так, равны или выше прожиточного минимума, то в основном в летний период субсидия расчетным путем не получается, то есть она равна нулю. В основном граждане ее получают в отопительный период, если отопление предоставляется шестимесячно, то есть по счетчикам только в отопительный период. Тем, у кого отопление 12-месячное, то есть они в течение года оплачивают за отопление равные суммы, то естественно они получают субсидию и в летний период, и в зимний период. Погода на этой неделе будет неустойчивой. Возможно, кратковременные дожди пасмурно. Атмосферное давление будет расти. В континентальных районах жара усилится, а в прибрежных, наоборот, станет прохладнее на 1-3 градуса. Вторник в Уссурийске выдастся без осадков, но небо затянут облака. Столбики термометров покажут плюс 28. Ветер слабый южный. Среди недели синоптики прогнозируют местами дожди. В четверг солнце спрячется за тучи на целый день, как и в пятницу. Ночью плюс 20-21. Днем 26-28 выше нуля. В конце недели будет повышенная влажность, более 90%. Впереди вас ждет короткая реклама. Не переключайтесь, сразу после вы увидите. Погодные сюрпризы. Всю неделю ожидаются капризы природы. Верность фруктам. Огородная история Эдуарда Головкова. Семья года. Определены лучшие в муниципальном этапе конкурса. Агентство недвижимости «Метражи» – умное решение. Вы смотрите итоговый выпуск программы «Телемикс-новости». Продолжаем. Вместо картошки виноград Эдуард Головков отказался от посадки овощей на своем участке. Разводит ягоду, из которой делает не только вино. У виноградаря-любителя в гостях побывала моя коллега Марина Роман. «Альфа», «Адель», «Юка» и «Маркет». Грозди этих сортов черного винограда как раз сейчас набираются сил на участке Эдуарда Головкова. Здесь у виноградаря-любителя обустроено 6 рядов. Каждый длиной 45 метров. Счет к кустам хозяин уже давно потерял. Мы занимаемся уже лет 7-10, наверное. А что натолкнуло, надоело много садить картошки, куда ее девать. Ну а вообще, виноград, конечно, за собой требует много ухода. Ну, в принципе, всем нравится. Домашние все помогают. И вот наш результат такой. В этом году Эдуард ожидает хороший урожай и планирует собрать от 400 до 500 килограммов. Большая часть пойдет по традиции на вино. Но также из ягод в семье заготавливают соки и варенье. Конечно, уход за виноградником требует много сил, говорит владелец. Особенно в условиях приморского климата. Эдуард выращивает только местные сорта, которым хватает того количества солнца и тепла, что бывает за сезон в нашем крае. Чего нельзя сказать о ягоде с западной части России. Она здесь попросту не приживается. Регулярно проводим обработки. Ну, как правило, это от грибковых заболеваний, потому что виноград, он в нашем климате, влажным, подвержен грибковым заболеваниям. Соответственно, регулярно его обрабатываем. Это, ну, препараты меди, либо серы там. Серу, как правило, используют против вредителей, а для улучшения структуры почвы и обогащения азотом виноградарь высеял сидираты. Это такие растения, которые, плюс ко всему, еще и угнетают рост сорняков. Сейчас наступила пора отламывать лишние молодые побеги, чтобы массу набирали грозди. Вот так, когда надоела картошка, на огороде может появиться плантация винограда. Но это не единственное увлечение Эдуарда. Другое необычное хобби. Уссуриец коллекционируют старинные жернова. Но об этом мы расскажем в следующий раз. Марина Роман, Алексей Шаповалов, Телемикс. Подведены итоги муниципального этапа конкурса «Семья года» в номинации «Золотая семья». Отмечена чета Конотоповых из Борисовки. В гости к победителям отправилась наша съемочная группа. Победители и двукратные обладатели диплома в номинации «Золотая семья» чета Конотоповых. Вместе прожили более 55 лет. История любви развивалась очень быстро. И уже через две недели после знакомства сыграли свадьбу. А вы, получается, познакомились и уже через две недели сыграли свадьбу? Да. Долго не гуляли, как сейчас. Через две недели свадьба была. Ну, вот так вот мы и познакомились. Долго не гуляли. Прав внучек младшенький, да, прибежал к бабушке. Пойдем? Встретились Любовь и Алексей случайно. Как рассказывает глава семейства, только вернулся из армии и поехал друга сватать к сестре Любы. Там ее и увидел. Через неделю уже сам приехал к родителям невесты. В итоге родили трех сыновей. Старший с младшим стали дальнобойщиками, а средний нашел себя в роли пожарного. Что могу сказать? У меня замечательные родители, любимые. Это подвиг прожить столько лет вместе. Как и у всех семей, у наших героев были свои правила. Родители, оберегая своих детей, запрещали мальчишкам ходить на озеро. Но их это не останавливало. После того, как родители уходили на работу, парни вылезали в окно через форточку, заводили мотоцикл и гнали на водоем. У нас ближайший водоем был 32 километра населенного пункта. Вдвоем сядут. Один спереди, другой сзади. Это посередке, 6 лет было. И за 30 километров едут купаться. Я на работу ухожу, они дома. Прихожу с работы, они дома. А мне на работе говорят, какие они у тебя дружные. Приезжаю втроем, покупались и уезжают. Вот бабушка. Это же вкусный торт. Сахар, вкусный торт. Это лишь малая часть всей семьи Конотоповых. В такой маленькой кухне, говорят, помещается всего треть. Полным составом. Семейный союз собирается на природе или даче. Виктория Калинина, Владислав Нам и Николай Ларченко. Телемикс. Стать эко-блогерам приглашают юных уссурийцев. В нашем округе запускают проект «Экоход». В рамках программы будут проходить акции, такие как «Вырасти свой сад», «Друзья земли», «Чистые игры» в формате семейных командных соревнований. А также серия сезонных всероссийских экологических онлайн-уроков на тему обращения с твердыми коммунальными отходами. Кроме того, организаторы запланировали провести онлайн-конкурс на лучший инстаграм-аккаунт и серию сезонных экологических онлайн-квизов. Задача экохода – сформировать у детей и молодежи осознанный подход к собственному потреблению и обращению с отходами. Принять участие могут воспитанники детских садов, школьники, студенты, семьи, педагоги, даже целые образовательные организации. Адрес сайта с подробной информацией вы видите на экране. В проекте «Город-сад» появился новый герой – парк ландшафтного дизайна «Зеленый город». Это большой питомник, где с ясель выращивают тысячи растений. Бережно и с любовью здесь оберегают каждый лепесток. И, конечно же, знают толп в ландшафтном дизайне. Именно сюда мы привезем активистов нашего города. Но перед этим красотами ознакомилась моя коллега Марина Роман. Этот замечательный тысячелистник скоро, как горячие пирожки, разойдется в руки озеленителей-любителей. А как его правильно, по-дизайнерски, применить на клумбах у своего дома, расскажут в нашем местном парке ландшафтного дизайна «Зеленый город». Гектар земли в селе Баневурово пестрит красками. Такие может нарисовать только матушка природа. Это дом, где рождаются цветы, кустарники и деревья, которые потом служат украшением уссурийска. А вот мама этого благоухающего парка – Оксана Котова. Именно под ее чутким руководством на протяжении более десятка лет выращивается качественный посадочный материал. Работа кипит круглый год. Сезон проходит стремительно. Начинаем с того, что мы выращиваем к 8 марта тюльпаны. Тюльпаны мы выращиваем в горшочках. Вы, наверное, видели, что в городе очень много срезки продают. И только мы, я думаю, выращиваем в горшочках. Продаем, украшаем. Следующий этап у нас, начиная с декабря месяца, мы сеем однолетники. Сеем, удобряем, пикируем. Работа кипит. В апреле месяце наступает сезон, посадочный сезон. И в этот сезон надо успеть сделать красоту у своих заказчиков. Многолетние и однолетние растения. Деревья хвойные и деревья плодово-ягодные. Кустарники и лианы отправляются кому-то в сад, кому-то на клумбу. Много растений из питомников Боневурова можно наблюдать в ландшафте родного Уссурийска. Мы озеленяем железнодорожный вокзал. У нас много заказчиков Газпрома ведем. Липовицкий угольный разрез управления. Много. Школа искусства мы озеленяли в этом году. Зеленый город занимается озеленением парков и приусадебных участков, стен и фасадов, проектированием и фитодизайном. В списке того, что специалисты могут создать, есть альпийские горки, ракарии, миксбордеры, цветники, живые изгороди, рулонные и пассивные газоны, водоемы. И это лишь небольшая часть возможностей. Специально для нашей съемочной группы устроили мастер-класс. Мы хотим показать, как можно украсить придомовую территорию или участок отдыха растениями. У нас, конечно, растений много, но мы бы для этого подобрали по минимуму недорогостоящие, скажем так. За три минуты композиция приобрела очертания. Конечно, здесь необходимо смотреть на перспективу. Когда желтоватые седумы и бордовый вербейник заплетут пустое пространство среди можжевельников и микробиоты, лилейник засверкает оранжевым цветом на фоне голубой ели, а рябинник окрасится в цвет выдержанного красного вина, мимо такой картины сложно будет равнодушно пройти даже самому искушенному любителю красивого ландшафта. Можно формировать, стричь, не давать расти большим деревьям. Пузыреплодник, видите, стриженный шар у нас превратился за 3-4 года. Посмотрите уже, какая композиция. Чтобы получить красивые и сильные растения, у Оксаны Котовой есть верная команда – 18 человек. Питомник постоянно расширяется, парк пополняется новым посадочным материалом и рук не хватает. Каждый год Оксана Александровна приглашает студентов, которые получают возможность научиться чему-то новому и подзаработать. Нельзя обойти стороной и вопрос цен. Здесь они минимальные. У нас самые первые цветочки однолетники. Начинаются от 50 рублей, вернее 50 и меньше. Сейчас, пожалуйста, приезжайте. У нас сейчас по 15 рублей распродажа красивые цветы, тагетисы, петунии, цинерарии, агератумы. На территории питомника разводят более 30 видов хвойных деревьев. Больше сотни многолетников. Что там говорить? В зеленом городе выращивают около 30 тысяч однолетников. Сейчас Оксана Котова работает над тем, чтобы акклиматизировать к приморским условиям лаванду. И пробуют размножить подаренный рододендрон Шлиппенбаха. Это краснокнижный кустарник со слепительной красоты нежно-розовыми цветами. И пока широко не используется в озеленении в наших краях. Этот парк ландшафта в ближайшее время станет центром обучения дизайну для самых активных уссурийцев. Марина Роман, Алексей Шаповалов, Телемикс. На этом наш выпуск завершен. Я напоминаю, что все материалы вы также можете увидеть в профиле нашего инстаграма и на сайте телемикс.тв. В студии работала Ольга Муравьева. А в 21.00 на нашем канале смотрите художественный фильм «Сладкое прощание Веры». Давайте поздравим Веру с началом новой жизни. И пожелаем ей здоровья, успехов в новом деле. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Вы завтра свободны? Свободны. Я теперь всегда свободна. Сладкое прощание Веры. Грустная жизненная история в мелодраме. Смотрите 12 июля в 21.00 на канале Телемикс. Теперь что? От нее нужно? Ничего. Субтитры создавал DimaTorzok